Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал Алмазная Мазека в США, и в этом видео я хотела бы с вами поделиться своими законченными готовыми работами, которые я сделала в 2021 году. Если вам интересно, оставайтесь со мной, если вам нужна более детальная информация, у меня есть видео обзоры на каждую из этих работ. Первая работа это частичная выкладка от компании Diamond Dot с круглыми стразами. Работа называется Аврора Орел. Ну, Орел можно назвать. Купила я его в физическом магазине, здесь США, Джуэн. Размер 35 на 40 сантиметров и стоила она около 14 долларов. Нижняя часть не выкладывается, выкладывается только верхняя, вот это вот северное сияние. Этот набор пришел только с пластиковыми стразами. Ну, как вы видите, я, естественно, заменила некоторые цвета на мерцающие кристальные стеклянные стразы и, в принципе, довольна результатом. Мне нравится, как получилось. Довольно-таки детально, красиво, очень неплохое сочетание цветов, ну и, естественно, очень красивый блеск дается. И это одна из моих первых работ. Очень красивый орел. Или, лучше сказать, северное сияние. Орел, межпрочем, тоже не выкладывается. Я оформила уже эту работу, я делала отдельное видео на эту тему и я вскоре его и повешу на стену. Я, правда, еще не решила, куда именно. В общем, нравится мне эта работа одна из моих любимых. Следующая работа тоже от Diamond Dats, американский производитель. 40 на 50 сантиметров. Называется Маяк Надежды. Стоил он около 20 долларов. Полная выкладка круглыми стразами. Здесь я вообще ничего не меняла, оставила этот дизайн так, как он есть. То есть, я использовала те стразы, которые пришли в наборе и ничего своего не добавляла. В принципе, мне нравится, как получилось. Довольно-таки детально и, опять же, очень сильный блеск. Субтитры создавал DimaTorzok Этот набор тоже от Diamond Dats. Полная выкладка. 40 на 50 сантиметров. Называется Тропический закат. И этот набор пришел с круглыми пластиковыми стразами, но один из цветов был Эйби стразы. Это желтый цвет, но я также добавила еще и неоновый желтый цвет на солнышко. И мне кажется, получилось очень даже хорошо. Детально море, океан. Не знаю, что это выглядит как настоящее. В общем, мне... Я очень довольна результатом этой картины. Следующая картина называется Крест. Это необычная картина. Я купила его у американского производителя Crystal Canvas Art Designs. Это набор 30 на 50 сантиметров. Полные круглые стразы, но они все кристальные. То есть, здесь ни одного, ну, за исключением чертного цвета, нет пластиковых страз. Они все выкладываются кристальными. И эта компания знаменита тем, что она продает наборы только с кристальными стразами. Это не первая и не последняя моя работа. Я еще несколько покажу. Не помню, за сколько купила, но они не дешевые. Долларов за 25, за 30 купила. И, в общем-то, я также довольна результатом. Очень хорошее сочетание цветов. И я отдала этот крест, оформила и отдала подарок в детский садик своей дочке. Он был такой с христианским уклонами, так можно сказать, христианская школа. В общем, они были очень довольны. Следующий набор – это частичная выкладка 20 на 25 сантиметров. Мне эту картину прислали по ошибке из Алиэкспресса. Мандал или мандала. Мне все время говорят, как он называется. И я все время забываю, куда ударение ставить. В общем, в этом наборе использовались кристальные и специальные стразы. В принципе, мне нравится, как получилось. Но, опять-таки, я не фанат вот этих мандал. Или мандал. Следующий набор – волк. 42 на 57 сантиметров. Полная выкладка квадратными стразами от компании Diamond Dots. Это их первые, одна из первых работ, которые они выпустили с квадратными стразами. До этого все их наборы выпускались только с круглыми стразами. И, честно говоря, я в восторге от того, как получилось настолько детально. И насколько я не люблю вышивать, выкладывать животных. Этот волк получился просто потрясающий. Посмотрите на сочетание цветов. Вот смотришь на него и понимаешь, что шерсть как будто бы настоящая. Этот набор пришел только с пластиковыми стразами. Но один из цветов был AB. То есть квадратные белые AB стразы. И также я изменила, заменила стразы на глазах на обычные круглые мерцающие кристальные стразы. Чтобы придать натуральность глазам. И мне кажется, получилось замечательно. Не оформила я его еще. Но надеюсь, что подберу рамочку и оформлю. Красивая картина получилась. Очень детальная. Одна из самых детальных. И эта картина русалочка. 40 на 50 сантиметров. Тоже от Crystal Canvas Art Designs. Опять-таки, весь этот дизайн должен был выложен только кристальными круглыми стразами. Но вы, наверное, заметили, что ее тело выложено обычными стразами. Я все-таки решила заменить на обычные пластиковые стразы. То место, где выкладывается ее тело. Потому что, ну, все-таки, когда выкладываешь мерцающими стразами, выглядит тело как-то странно. А вот так вот оно выглядит более натурально. И, опять-таки, я тоже в восторге от того, как получилось. Детальная картина. Очень красивые цвета. И также я отдала ее как подарок в детский садик, в русский детский садик для дочери. Очень красивая картина. Я ей очень довольна. Детский садик для дочери. Ну, думаю, вы опять догадались, что и эта картина от Crystal Canvas Art Designs называется «Осенний урожай». 50 на 30 сантиметров. Опять-таки, выкладывается только кристальными стразами. Ну, и тут я не удержалась и заменила вот эти вот беленькие уголки на... Не уголки, а вот такие кругленькие штучки на углах обычными эйби-стразами. Мне показалось, что это лучше выглядит. Они должны были выкладываться какими-то серыми кристальными стразами. Но, мне кажется, вот белыми они намного лучше. Вышли. В общем, тоже детализация потрясающая. Посмотрите, вы можете видеть каждое зернышко в кукурузе. И при этом не забывайте, что все это выкладывается мерцающими стразами. А обычно полная выкладка мерцающими стразами не бывает детальной. Но вот это исключение. Я, в общем, в восторге также от этой работы уже оформила и повесила у себя дома. Ну, естественно, вешу я только на осень. В общем. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна осенняя работа прогулка по осенней аллее называется от компании Diamond Arts. Также в физическом магазине я ее купила здесь для рукоделия FGN. Размер 50 на 40 сантиметров. Серия Томаса и Кинкейда. Полная выкладка круглыми стразами. Все серии Томаса и Кинкейда почему-то идут без Эйби страз. Обычные пластиковые стразы. Но, как вы заметили, я заменила обычные пластиковые стразы. Желтые и белые. На как раз такие Эйби стразы. Посмотрите вот на этот интенсивный блеск. Я не применяю никакие эффекты. Некоторые люди меня спрашивают. Я правда, я даже не представляю, как можно в видео применять какие-то блестящие там эффекты. Это то, как по-настоящему блестит эта картина. А я также добавила туда еще неоновые и желтые стразы. Но блеск придают именно вот эти белые и желтые Эйби стразы. В общем, в принципе, мне нравится. Получилось. Сначала я думала, что довольно-таки пиксельно получилось. Но сейчас я смотрю и мне, честно говоря, нравится. Следующая картина называется «Времена года». Купила я ее на Алиэкспресс. Размер 40 на 60 сантиметров. Полная выкладка. Обычными пластиковыми стразами. Но этот набор также шел и со специальными стразами. Купила ее где-то за 17-100 долларов. Честно говоря, мне не нравится финальный результат. Мне кажется, что получилось довольно-таки пиксельно для такого... Ну... Для такой картины дизайн довольно-таки... Ну, для такой... Этот дизайн довольно-таки большой. И, в принципе, мне не нравится, как получилось, потому что выглядит довольно-таки пиксельно. В принципе, могло бы быть намного детальнее. И я разочарована тем, что мало этих спец страз был. Только один вид. Хотя на оригинальной картинке в магазине было больше страз. Наверное, это для большего размера. Не знаю. Но они могли бы хотя бы уточнить, что 40 на 60 сантиметров будут маленькие стразы. Просто запомните, да? Вот это 40 на 60 сантиметров. А у меня еще будут 40 на 60 сантиметров дизайны. Там больше объектов, и они выглядят намного детальнее, чем вот эти времена года. Следующая картина называется Далия по-английски. Может быть, это и Оригина, по-моему. 30 на 30 сантиметров стоила около 13 долларов. Полная выкладка круглыми стразами. И этот набор шел с пластиковыми стразами. Но я добавила кристальные стразики на капельки воды. И также Эби стразы. А также в восторге от того, как получилось. 30 на 30 сантиметров. И насколько детально. А 30 на 30 это очень маленький дизайд. Посмотри, насколько детально проработано. Все получилось. Но, в принципе, за это я и плачу деньги Diamond Dots. За их качество. Все качественное. Конва. Их эти... Алмазики у меня английские слова в голове. Проработка. Самое главное проработка. И поэтому их супер маленькие дизайны выглядят намного детальнее, чем из Алиэкспресс 40 на 60 сантиметров. Те же Оригин. В общем. Следующая тоже от Diamond Dots. Это Мандала. Мандала, наверное, называется. 30 на 30 сантиметров. В принципе... Ой, она даже не традиционная. 20 на 25 сантиметров. 13 цветов. 4 из них были специальные стразы. Стоила она около 14 долларов. Опять, я не фанат этих мандал. Но, в принципе, мне нравится, как получилось. Я заменила некоторые стразы на мерцающие и на эби стразы. Зеленые я заменила на эби стразы. В принципе, ничего. Нормально. Получилось, я ее оформила. Скорее всего, я ее подарю кому-нибудь. Пока не знаю, кому. Не было такого случая еще повода, чтобы подарить. Следующая картина опять от Diamond Dots. Очень необычный сюжет. Крест. 40 на 50 сантиметров. 18 цветов. Один из них был эби. Цвет белый. Но я также заменила еще один цвет бледно-голубой на эби. И добавила мерцающий. И добавила мерцающий. Такой прозрачный цвет. В оригинале он должен был быть серым цветом, пластиковым. Но я посчитала, что мерцающие стразы, кристальные стразы будут смотреться намного лучше. Очень необычный, красивый сюжет. Сочетание красок, облака действительно придают вот эту вот атмосферу воздушности. Также я его отформила и подарила на Christmas, на Рождество своей коллеге, которая довольно... Ну, оно не религиозно, но она верит в Бога. Вот, в общем, я тоже в восторге от этого дизайна, от того, как получилось, от цвета, от цветов, от всего. Следующая картина от русского производителя называется «Мудрый ворон». Это картина от бренда «Риолис», полная выкладка, квадратными стразами, размер 25 на 38 сантиметров. Купила я его здесь, в физическом магазине. «Джуэн», очень дорого, 40 долларов на 38. Ну, если я круглим 40, и это очень дорого для 25 на 38 сантиметров. И, честно говоря, я разочарована, я больше не буду покупать от этого бренда ничего, потому что то, что было на превью, на превью была фотография законченной алмазной мозаики. И то, что я вижу сейчас, это вообще небо и земля. По цветам не совпадают, цвета какие-то очень яркие, броские, и здесь они не смотрятся правильно, потому что здесь они должны быть такие более тусклые, более тёмные. И детализация не та, что была опять напрягу на оригинальной картинке. В общем, она отличается от оригинальной картинки, и она не настолько... Ворон не настолько детальный получился, как, опять-таки, на оригинальной картинке. Там каждая пёрышка была видна, и из-за этого я его купила. Я не могу сказать, что он плохой, но не очень мне нравится. Это картина «Ангел», также от «Даймонда», с 30 на 30 сантиметров. Это полная выкладка круглыми стразами. Блеск потрясающий. И этот набор шёл с одним Эйби цветом и с одним цветом золотым, как будто металлический золотой цвет. Но я ещё добавила неоновые сюда цвета, жёлтые и мерцающие. В принципе, мне понравилось, как получилось. Мне очень нравится блеск. И я довольна результатом. Купила его, по-моему, за 20 долларов. В общем, вот такой потрясающий, красивый «Ангел». Субтитры создавал DimaTorzok Ну и закончить я бы хотела своими новогодними работами. Первая картина, которую я вам покажу, называется «Уставший щенок». Эту работу я купила в магазине «Майклс» в магазине «Рогоделия» здесь, в США. Это полная выкладка круглыми стразами. Размер 62 на 42 сантиметра. Эта работа стоила 38 долларов, что не дёшево. Но бренд Diamond Dots довольно-таки известный, очень хорошего качества. И эта работа включала в себя 34 цвета. Все стразики были пластиковыми. Но, как вы можете видеть, я сделала некоторые изменения и добавила эйби стразы, белые эйби стразы, а также желтые эйби стразы в камине в огонь, а также кристальные стразы на украшения на ёлку, чтобы передать эффект того, что они сделаны из стекла. Мне, в принципе, нравится, как получилась эта работа. Я ей очень довольна. Мне кажется, она детальная. Ну, это одна из причин её детальности. Заключается в том, что эта компания прорабатывает свои дизайны, и как результат они получаются. Довольно-таки детальные, красивые. Очень хорошее сочетание цветов и так далее. Это первая картина. Вторая картина была приобретена на веб-сайте Алиэкспресс, магазин Teen Me Arts. Эта картина размером 40 на 50 сантиметров, полная выкладкой круглыми стразами. Также эта картина пришла только с пластиковыми стразами. Но я также сделала некоторые изменения. Я использовала в этой картине и иби-стразы, сиреневые, белые, фиолетовые. И у меня есть очень подробный обзор на все эти картины, которые я показываю. Вот. И кристальные мерцающие стеклянные стразы, которые я использовала в окне, чтобы передать тоже атмосферу света, идущего из окна. В принципе, мне нравится, как получилось, довольно-таки детально. Когда я ее распаковывала, она была намного пиксельнее, чем вот в готовом виде. Стоила она не очень дорого, где-то 18-20 долларов, не помню точно. В принципе, мне понравилось, как она получилась. Я ее уже оформила, тоже у меня есть видео на канале. И отдала ее в подарок. Вот так вот получилась картина. Красиво. В принципе, я очень довольна. Может быть, еще подобную выложу. Но, наверное, куплю у другого уже производителя. И может быть, чуть-чуть побольше. Следующая картина также была куплена у этого же продавца на Алиэкспресс. Timmy Arts. Вот эта работа мне вообще не понравилась. Она очень пиксельная получилась. Самый большой размер был 40 на 50 сантиметров. Которого вот сейчас перед вами больше не было. Полная выкладка круглыми стразами. Также были только пластиковые стразы. Я, как вы видите, сделала замены. Кристальные стразы на огонь, на елку. И, по-моему, я еще Эйби стразы туда где-то использовала. Мне не нравится эта работа. Слишком пиксельная. Следующая работа «Зимняя сказка» от «Колдовства бисером». Заказывала ее в ВКонтакте в группе. 40 на 50 сантиметров. Выкладка, то есть не выкладка, а вышивка. Полная вышивка бисером на пустой конве. Мне очень нравится, как получилось. У меня доушло довольно-таки большое время, чтобы вышить ее. Где-то полгода, если не больше. Стоил этот набор, насколько я помню, 30 или 40 долларов. Но все эти наборы, они прорабатываются. Схема прорабатывается. Поэтому получаются они настолько детальные. И получается сочетание цветов получается очень красивым. В общем, я довольна тем, что получилось. И если будет такая возможность, то... Ну, то есть я у них уже купила несколько работ, но буду продолжать покупать. Ну, и эта работа идет также с использованием специальных бусин. Вот на звездах, как вы видите. В общем, я в восторге от этой работы. Но, к сожалению, я ее еще не оформила. Но детализация потрясающая. Каждый узорчик видно. Просто замечательно, как получилось. Сочетание цветов. Очень, очень неплохое. Следующая работа. Я ее также купила в магазине Майкл. О, нет, это не в магазине Майкл. Спрошу прощения. Это от британского производителя. Крефт Барри называется. Из Англии. Как раз вот этот набор пришел. 40 на 50 сантиметров. Полная выкладка круглыми стразами. Называется Лабрадор. Щенок Лабрадора. Тоже у меня есть очень детальное видео. Я также заменила в этой работе некоторые цвета на Эйби стразы и на кристальные стразы. Проведить их в камине, в огне. Также вот опять передать атмосферу светом. Также с удовольствием вышивала этот набор. Он идет уже на подрамнике. То есть даже не нужно было покупать рамку для него. Довольно-таки дракон был. Я помню, за 40 долларов его купила. И на скидки еще оригинальная цена еще выше. Вот. Тоже у этой компании Крефт Барри есть группа художников, которые разрабатывают картины. Поэтому 40 на 50 сантиметров. Довольно-таки маленький. Но картина. Но выглядит очень детально. Видно даже каждое полено под этим. Под камином. Этот набор также от компании Diamond Dance. Санта. Санта называется. Очень маленький. 30 на 30 сантиметров. Выкладка полная. Круглыми стразами. В этом наборе шел один цвет Эйби. Белый. Но я также использовала еще кристаллы. Как вы видите, прозрачные. На очках. Чтобы опять передать вот это вот стекло. На очках. И думаю, что довольно-таки хорошо получилось. В общем, я довольна результатом. Этот санта выглядит очень реалистично. Очень детально. Также мне нравится то, что у меня получился эффект стекла. Воссоздать вот на этих очках. С помощью кристальных серебряных страз. Прозрачных. Они даже не серебро-прозрачные. Ну, естественно, как всегда у Diamond Dance блеск. Вы видите. Зашкаливает. У них очень граненые стразики. Поэтому и блестят они настолько красиво. Просто вот. Пирично. Я очень довольна. Эту картину уже оформила в рамку. И эта картина называется «На опушке». Это было... Я вот только вчера делала видео. 40 на 50 сантиметров. По фотографии. Из моего детства. Карт-крытка была. В этот набор входило 34 цвета. Все они пластиковые стразы. Ну, заказала я ее в DPF Factory. Магазин называется «Алиэкспресс» за 15 долларов. И я заменила некоторые стразы на кристальные. Вот в окошке вы видите. Также я использовала белые эйби стразы и светло-голубые эйби стразы. И мне очень нравится, как получилось. Хотя, конечно, она не проработана. Но, в принципе, получилось довольно-таки детально. Потому что, может быть, объектов не так уж и много. Вот я ее уже оформила. Также вчера я уже показала, как она выглядит оформлен. Я довольна результатом. Также по фотографиям. Так что... Это орнаменты от волшебной страны. Украинская компания покупала я их. Вышивка бисером на дереве. На деревянной основе. Вот тоже этот шар. Также я украсила еще стразиками. От алмазной мозаики. Они очень дешевые. Долларов в пять, по-моему, стоят. А это уже алмазная мозаика. Пошла с двух сторон. Они выкладываются. Станта. Вот этот вот шарик со снежинкой. Это бисер. Сани. Снеговик и юникорн. Единорог. Это алмазная мозаика. Юникорна моя дочка делала. Единорога. Сердечко тоже моя дочка делала. Алмазная мозаика. Радугу тоже моя дочка делала. Алмазная мозаика. Вот эта красивая штучка такая красненькая. Это алмазная мозаика от Diamond Dots. Также с двух сторон она выкладывается. И я чуть-чуть по-разному сделала цвета. С обеих сторон. И кристаллами еще украсила. Это от волшебной страны. Снегурочка. Звезда тоже от волшебной страны. Бисер. Вот эти конфетки Candy Canes. Это алмазка. Ангел потом скажу. Походу. Это бисер. Также от волшебной страны украшение. И я украсила его еще стразиками. Очень красиво. Мне нравятся от волшебной страны орнаменты. Еще закажу в следующем году. Не все сделала. Это ангел от Dimensions. Вышивка крестиком. Моя мама сделала щелкунчик. Вышивка крестиком. Мама тоже вышивала с двух сторон. Ну, а это вышивка бисер. На этом все. Спасибо большое за внимание. И с наступающим праздником. Пока.